Я приветствую всех зрителей в лайве и тех, кто посмотрит это в записи. Мы сейчас смотрим полуфинал замечательного турнира, где первая игра полуфинала, где сражается М5 против Фнатиков. Обе команды победили со счетом 2-0 в своих прошлых матчах, и сейчас вот они играют. Забанили много топеров против Дарина, и он решил взять все-таки Ирелию. Кстати, Diamond Prox будет снова на Шиване играть, и это очень интересно. То есть, давно мы не видели его на этом герое. Шивану, конечно, пофиксили после времен Intel Extreme Masters, но тем не менее, она все еще наносит довольно много урона. Контроля у нее с тех пор не появилось. Единственная контроль — это красный баф и фейдж, которые она может взять и собрать, соответственно. Здесь Люми будет играть на Тристане. Видимо, хотели... Хотел он взять Грейса, что ли, для доминации какой-то. Генжа на Аше. То есть, это не маневренный Изрилл, не убийственный Когмав, а все-таки Аша для какой-то инициации, что ли. Ну, то есть, попасть стрелой там, ну и началась битва, когда они этого захотели. Цианид будет джанглить на Наутилусе. Очень хороший джанглер. То есть, он хорошо гангает и до шестого, ну а после шестого полностью раскрывается его потенциал. То есть, он подкидывает жертву, цепляет ее якорем и так далее. Малфит будет взят здесь на топ. Ну, ну, саппорт. Ну, ну, плюс Тристана. То есть, здесь будет... Ну, я бы Тари как Тристане взял, конечно, чтобы Тристана смогла лучше свой проказ сделать. Ну, хотя Нуну в этом плане тоже неплохо. Он ее ускорит, она будет быстро двигаться. Стандартные свапы. То есть, естественно, Алексич будет на Ари, Адамин Прокс, естественно, на Шиване. Причем, Шивана будет все-таки с экзостом. То есть, так нагло не по контрджанглить без поддержки команды. Потому что так-то, если вы пришли неудачно, то смогли с чего-то флешем за стену спастись. А здесь экзост. Он, конечно, хорош при гангах. И это, опять-таки, хоть какой-то контроль. Если это можно так назвать для Шивана. Но замедление все-таки. Да, топ Ирелия против Малфита. Ну, на топ уровне все Малфиты играют очень пассивно. То есть, это будет очень все зависеть от гангов Цианида. Мы посмотрим, как он будет гангить. В принципе, Малфит с удачным гангом на шестом левеле почти всегда убивает свою жертву. Если это, конечно, не Владимир с лужей под Гастом. Ну, в принципе, Ирелию убить тоже довольно сложно. Она может даже задоджить ульт Малфита своей кушкой. Но тут надо постараться, на самом деле. Действительно, все-таки Цианид хороший гангер. А сейчас мы можем перейти уже в Спиктейт, я так понял. Да, вот. Можем видеть то же самое. Только здесь незаметны баны. Хил. Стандартный хил у Генжи. Сона с Игнайтом, а не Экзостом. То есть, будут они резать хил какой-то здесь. Но здесь никакого хила нету. На самом деле, это, конечно, плохо. То есть, хорошо бы все-таки в Тристану, которая готовится сделать полный прокаст и настрелять с руки более-менее, хорошо бы в нее именно кинуть Экзост. Но здесь у них этого Экзоста нету. Зато у них есть Игнайт, который может какой-то прокаст сделать более уверенным. Ну, не знаю. Странно. Учитывая, что нету дефицита Игнайта в команде. Я понимаю, если бы на топ взяли Куантик Зост, на Мид Телепорт, и без Игнайта сложно вообще. Ну, все-таки именно так решили. Посмотрим, к чему это приведет. Можно здесь застопить трансляцию, в принципе. Фнатики, Вин, наверное, по пику. Знаешь, я бы не сказал, вот что, когда в игре есть такие герои типа Шивана и Наутилуса, я бы не сказал, что кто-то Вин по пику, потому что очень многое зависит от их гангов. Очень многое. Ну, и, то есть, соответственно, Цианид может жестче загангать на своем герое. Даймонд Прокс больше дамажит именно в файтах. Так что, ну, нельзя сказать, что кто Вин, не Вин. Ну, Аша, не знаю, здесь... Аша здесь довольно бледно смотрится. Она, конечно, может очень хорошо заинициировать. Ну, посмотрим в итоге, что будет. В принципе, Тристана, если что, спасается Атари довольно-таки хорошо. Вот все-таки. То есть, Ари не получится так легко убить РДД. Но, с другой стороны, они брали Ари, когда уже видели Тристану. Значит, у М5 все-таки есть план в этом плане. Ну, я, блин, мастер тавтологии взял хил против него Тристана, который... Ну, да. Ну, хил, да, здесь не очень грамотно. Против Тристана очень хороший экзост, потому что она... За все время экзост она будет... Вы чувствуете, что она должна прыгать, ну, или она в полете там летит. И вы в нее кидаете экзост, и получается, что вы... Она в вас, по идее, должна там ешку кинуть, там, в прыжка на вас упасть, ультануть, и еще пострелять за это время. Когда все это она делает под экзостом, урона значительно меньше. Получается, в сумме где-то на 50% меньше урона. Немного подпортили выбор героев. Что? Я не знаю, что значит баны подпортили. Как-то странно в таком ключе рассуждать. Понятно, что герои... Ну, ребята банят более сноубол героев, там, типа Шена, который может прилететь в любой момент, и так далее. С Шеном, возможно, было бы поинтереснее. Возможно, бы им 5 больше бы терпели. Пеппер на Сони, значит, все будет ок. Нормально. Еще вертолет редко... Ну, его очень много нерфили. Вертолет-то бедный. Я бы не сказал, что... Сейчас вертолет пикают значительно чаще, чем буквально там 2 месяца назад. Да, очень мне интересно будет смотреть на Дайвонд Прокс на Шивань. На самом деле, ну, Дайвонд Прокс один из моих любимых игроков в М5, во-первых. А во-вторых, вот мне нравится смотреть, как он туда-сюда скачет на Ресине, и вот как он на Шивань чудеса творит. Хорошо было бы, конечно, против Картуса взять Лисина, может быть. Потому что Ари очень больный бурст выдает, и Лисин с Ари с двух прокастов Картуса могли бы убить. Ну, и закончить все это дело его бы... Ну, то есть, Ари дала бы свой прокаст, Лисин бы его откинул с повешенной кушкой, и за ним бы полетел. То есть, одно дело, когда карту своей Ешкой и бомбами дамажит всех вокруг, а еще стенку хорошую поставит. Другое дело, когда он где-то там за 3 километра сдох и ничего сделать не сможет. Потому что, все-таки, Тристана, она очень мобильная, и Люми хорошо играет, сложно будет его выщелкнуть. Это все-таки не Когма, в которого Ари, скорее всего, поймать может. Хотя Ген же нам показал, как можно из-за Когма вытащить против Ари. Лексич на Ари, да, интересная вещь. Фулл женская команда, действительно какая-то получается. Здесь какие-то непонятные существа. Снежный человек, скелет в капюшоне, Лич. Главный приз. Давайте посмотрим. Ну, и там киньте, не знаю, 5-10 тысяч баксов, наверное. Ну, кто-нибудь, а, вон, 1000 евро. 1000 евро. Ну, наверное, что-нибудь типа 750 евро за первое место, но вряд ли весь приз за первое место будет. Израильская команда, да ладно? Брокеншарт. Израильская команда. А, ой, это не, нет, Брокеншарт из Израиля, в смысле. Израильтянин и житель Великобритании. Англичанин. Что-то у нас здесь как-то они подзависли. Жалко, что вот эта трехминутная задержка не учитывает паузы на старте. Было бы круто, чтобы эти три минуты мы с вами не терпели. Так, получается, мы три минуты сначала ждали с назартной задержкой. Теперь еще пауза здесь. Потом еще кто-нибудь вылетит, РМК будет. Тогда вообще будет красота. Жалко у пчелки. Интересное, интересное мнение. Ни разу не видел Алексича на Аре. Давай, вы видели киберкартинный дисциплин. А, кстати, смотрите, у нас Соус играет здесь у Фнатиков. То есть в первой игре там кто-то Инки был, по-моему, а сейчас его заменили Соусом. Бывшим игроком и Миллениума, и ААА. То есть он где только не побывал. Сейчас вот его взяли сюда быстренько. То есть они считают, что он получше, чем Инки сыграет. Но посмотрим, мы видели Инки на Малфите. По-моему, даже или не на Малфите он был. Не, мы не видели. Короче, не знаю, посмотрим. Но им лучше знать. Вообще, Соус основной, это его заменяли. Ну да, хорошо. Чайник закипел. Да. Ну, теперь зато не из-за наших всякие паузы и так далее. Правильно. Только дедосик потом, а то сейчас пауза, все-таки зрителям неинтересна. Сейчас пока дедос отключи, атаку не надо проводить. А вот где-то в тимфайте можешь их протачить. Чайник включить. Лола, как здесь? Кто меня просветит, как спектатор с Моди, включить чат во время паузы? Ничего себе. Кайго. Все, нормально. Wait for Genja. Спросили подождать Генжу, спросили, что он делает, а Пеппер сказал, что это большой секрет. И вы видите, саппорт всегда знает, что делает его рейндж керри. Здесь довольно-таки стандартный затар для саппорта, который играет через ботинок. Это варта две хилочки. Запись-то у меня там вроде включена. Две тысячи человек. Всем привет, ребятки. Опять одни ботинки. Уже запарило это дело. Какие-то ботиночные команды. Ари спокойно стоит на минде. Ее, конечно же, Наутилус попытается гангнуть до ее шестого, потому что после шестого левела Ари даже с Наутилусом будет сложно что-то сделать. Дайвонд Прокс быстро заберет красный, потом возьмет синий и пойдет на топ. Скорее всего, Малфит с моим любимым скином. Это симпатичненько. На нем морские звезды застыли. У него очень красивая Ешка. Скоро новый скин на Малфита. Если уже нет. Ну, скорее всего, через пару дней появится. Вроде как не было сегодня, я заходил в магазин. Там скины на Синджида, на Малфита и на Алистара. Причем все симпатичные. Все дефают баф, то есть пока ничего экстраординарного нет. Единственное, что ставят стандартный вард на защиту красного бафа здесь. Ну, М5 нет возможности остового варда ставить, потому что вард всего лишь один. Сона все-таки настроена на убийство, а не на терпеж со всякими амулетами на манну. Картус, видимо, будет брать гастов. Того, чтобы получить сразу преимущество. Ну, гасты-то... Ммм... Минус 200 хп. Да, нормально. 200 хп потерял экспеки, забирая гастов. Пулится красный баф. Причем два раза прошла кушка по ним. Экспеки еще запулил, что ли, здесь. Это жесть какая-то. Ну, зато он хилку одну потратил. В принципе, то на то примерно и вышло. Сто он опыт получил. С другой стороны, наутилус. Теперь успеют ли гасты под наутилуса сейчас посмотрим. В принципе, карты с их довольно быстро забрал. Здесь Ирелия, проще, Малфит стандартная тема. То есть, Ирелии обострять не надо. Ей надо фармить. А Малфит пока сделать особо ничего не может. Он хоть и подождал четвертую хилку. Я знаю, зачем Ирелия идет на обострение. Наутилус обходит так аккуратненько. Если бы там был вар, то они бы не знали, что он здесь. Даймонд Прокс палился. И сейчас его встречают. Драка, но на самом деле передамаживает Даймонд своего оппонента. К тому же, еще Цианид сагрил на себя красный баф. А, здесь Картос приходит раньше, чем Алексич. Экзост на Даймонд Прокса неприятно. А у него-то флэша нет. Попытка убить Пеки. Бомба. Очень неприятный рут. Переключились они на Цианида. На Даймонд Прокса очень мало жизни. Он кушку два раза заюзал, все-таки ФБ, и не убьют здесь никого. В отсутствие флэша. Хотя нет, Пеки, скорее всего, погибнет. Давай, давай, давай. Нет, замедление. Очень неприятное замедление. Вот Цианида. И в итоге у него, во-первых, дабл баф. Как-то неприятность для наших совершилась. Ну вот то, что я говорил. Не по контрджанглишь ты в одиночку без флэша за Шивана. Но почему-то Даймонд Прокс думал иначе и пошел в одиночный контрджангл. И как-то Алексич очень поздно пошел за Картосом. То есть Картос уже успел и экзост повесить, и надамажить, и только потом появился Алексич. Странно, что Даймонд не получил поддержку. Вот когда его признали лучшим игроком первого Intel Extreme Masters, где наши победили в Киеве, там он сказал, что на самом деле я, конечно, молодец, и я клевый, но мне помогла команда. В первую очередь в моей агрессивной контрджангл стратегии мне помогла команда. Здесь Цианида чуть не отдался на красном бафе. Вот, а сейчас команда ему, к сожалению, не помогла, и он всего лишь второго левела, в то время как Циани третий, уже третий, почти даже четвертый. Но это, конечно же, не конец, печальная история, но, тем не менее. Аша стоит на варде. Сон поставил свой единственный вард здесь, чтобы наутилус не приходил. Если ему приходить, то как-то вот обходами через три буш. Алексич фармит, у него 20 мобов, картоса уже 25, наутилус уже купил пятые ботинки и бегает с ужасающей скоростью. На самом деле кто-то подумает, что, а лучше, наверное, этому парню собирать философер, больше денег на стакайте. Но на самом деле так он быстрее будет бегать до лесных точек, и так он... Ой, странно, что он щит так активировал рано. Ну, видимо, все равно... А, у него КД очень большой, чтобы поскорее откатился. Так он, во-первых, будет быстрее бегать до крип-точек, во-вторых, он и гангать будет быстрее. Конечно, если у него не удастся ни один ганг, это будет не очень клево, но с такими быстрыми пятыми ботинками вряд ли у него совсем ничего не удастся. Он подходит сюда, ставит вард. Даймонд забирает гастов, он бежит на бот, но проходит, к счастью, по варду. Поэтому наши сейчас будут отходить, но Пеппер очень далеко, он сразу же флэшится. Сейчас у Генжи, в принципе, есть флэш, он не торопится ничего сделать, и к счастью, к счастью, Пеппер как-то ускоряется, и не попадает по нему якорем цианит, иначе было бы очень плохо, иначе это была бы смерть для Пеппера. И отсутствие возможности пофармить для Moscow 5. Дарьян нормально стоит против Соза, то есть, ну, Соза бы ничего ему сделать пока не может. Дарьян 27 крипов, Малфит 35, но вот этих, когда он всех крипов заберет, Дарьян, то он сравняется, в принципе, со своим оппонентом. Снова у нас здесь бежит Сиани, Даймонд Прокс, видимо, ходил по варду, спалился, попытка загангать Ари, Ари скоро уже шестой уровень, так что если гангать, то сейчас. Нам пока ничего не выходит здесь, наши тащат, Сона как-то вот, ну, на самом деле, 300, она же тоже неплоха в начале, конечно, конечно, она в лейте сильнее, чем в начале, но тем не менее. Аша очень сильно гнобит лайн, хотя Аша тоже у нас же рассчитана на лейт. С пятым ботинком здесь забрались волки, сейчас будут умирать гасты потихонечку, Даймонд Прокс забирает здесь тоже волчар. Гангать у него пока не получается, без красного гангать вообще не очень. Здесь Картуса почти убили, и Алексич забирает Картуса, давайте посмотрим, это Картус ультует, но у него ничего не получится, конечно же, может быть, попытка забрать Ирелию, нет, Ирелию тоже не получается. Давайте вот сейчас посмотрим, как это произошло, у Алексича не так уж много маны, но он прыгает и с W забирает, просто W и ульт. Как вы знаете, ульт у Ари тоже дамажит. До конца промотаем там, а, нет, блин, до конца не промотать, тут уже драка была опять в этот момент. Так, сюда приходит Даймонд Прокс на топ, несмотря на то, что он всего лишь 4-й левел, прожигая здесь Малфита, а Малфит пытается спастись, флешится, но у него также нет 6-го, поэтому он не может спастись своим ультом, и его забирают прямо под Тавркой. В этот момент Наутилус как-то со своими пятыми ботинками бегает очень быстро, но пока не результативно. То есть Даймонд хоть и с первыми, но все равно он добился успеха, убил Малфита, и теперь у Ирелии все будет отлично. Все-таки фармящая Ирелия это очень серьезная головная боль, даже для такого сильного РДД, как Тристана. Ну, Тристана, конечно, очень неприятно в лейте, когда вы хотите брузером ее убить. У Генжи 48 крипов, я надеюсь, мы когда-нибудь дойдем до... Ну, это хорошо, что игра с таким количеством экшенов, что даже промотать безболезненно нельзя. Давайте все-таки промотаем до последнего момента. Пушится постепенно Тристана и Лайн, это один из основных недостатков Тристана, что она не может не пушить, если вы качаете Ешку. Ну, а не качать Ешку вы, соответственно, не можете. На миде Ари ждет своего 6-го левела, у нее... Ой, точнее, не 6-го левела, ждет отката ульты. На топе здесь Ирелия уже даже чувствует силы обострять на Малфита. У нее будет очень быстрый витсет, большое количество мэджик резиста и дамаг с каждого удара. Картус покупает каталист, он проклинает себя, что он заранее не пошел тот самый каталист брать, тогда бы его Ари не убило. Здесь снова драка, но оба героя довольно толстые, ну и Релия сейчас будет отхиливаться. У Соза с отхилом все похуже, конечно же. Дайвен Прокс в районе бота, но он знает, что здесь есть вражеские ворды, поэтому не стал даже никуда врываться. Лучше не тратить время, прийти на базу. Под W он бегает, он купил себе когти, того, чтобы быстрее джанглить, ну это и армор, к тому же. Пеппер здесь фармит, не дает он уже, мало того, что он все киллы забирал в прошлых играх, он еще и пофармить не дает. На самом деле, вот Пеппер, пожалуй, лучший игрок за Сону, которого мы когда-либо видели. Хорошо он все делает, все ульты метки и так далее. Ну, конечно, раньше он получше играл за Сону, когда это происходило почти в каждом матче, но сейчас скилл не потерян. У Алексича уже есть 6-й левел, поэтому Картусу надо быть осторожней, ну хотя Картус затарялся каталистом, у него больше ХП. Здесь ломается вард на драконе и Дайвонд Прокс идет проверять синий баф. Ну, поздновато он идет его проверять, то есть здесь уже наутилусов для себя забрал. Ну, зато сейчас у врагов нет варда на драконе, во-первых, а во-вторых, может Дайвонд Прокс так вот спокойно сюда пройти. То есть вард только в трибуше есть, и поэтому оппоненты вынуждены как-то себя аккуратненько вести. Пулится здесь синий для того, чтобы побыстрее его забрать. Сам шел навстречу. Ари возьмет синий баф и приятнее, конечно, будет стоять. Можно чаще не попадать с пылами. Здесь, смотрите, кстати, W Промакшина у Алексича. Показали Нуну прийти на дракона. Я думал, он идет ставить антиинвизный вард на самом деле. Ну, Нуну шел в роли смертника проверять дракона. На самом деле, что там особо проверять? Если там никого нет, то что проверять? А если там кто-то есть, то ты отдашься вместе с драконом. Так что странная какая-то отдача Нуну была. Ну, Тилус здесь ставит свой антиинвизный вард. Это грамотно, у него уже есть философер к тому же. Да, через W приятно с прыжками много дамажить карту. Особенно вот если все три скилла в него попадут. И вот сейчас Алексич думал, обострять или нет. И решил все-таки W в крипов потратить. Рядом может быть на Утилус. На Утилус спалился. Прям вард уже заканчивается. И Алексич в этот момент использовал ульт, но приходит на Утилус. И поэтому Алексич особо не может ничего сделать, к сожалению. У него еще есть один прыжок, который скоро закончится. На Утилус его притягивает якорем, дамажит, подкидывает. Ну, конечно... О нет, он все-таки решил, Алексич флэшится. Хотя Руд уже прошел, ульты больше нет. Но Алексич решил не рисковать. В принципе, до экспеки было очень далеко. Но у экспеки есть ульта, поэтому могли бы его забрать даже. Без подхода экспеки. Хорошая стрела! Неужели он повезет в Карту? Ой! Просто край плаща Картуса прицепили вот к факелу, но он, матерясь, оторвал этот край плаща и все-таки решил убежать. Неплохо получилось. На самом деле, очень меткая стрела. Редко, когда в профессиональных матчах вот так вот издалека стреляют и попадают. Я вот помню, на первом Дримхаке, по-моему, там была такая стрела через всю карту, которая просто зарешала весь матч. В корки попали. Так вообще редко. То есть, Аша обычно понимает, что оппоненты двигаются и маневрируют. Они просто так не будут стоять и ждать, пока в них попадет стрела. Но здесь вот почти Генжа попал. Молодец. По клепам на боте 83 и уже Доранс Блейд против 77 и какого-то странного Затара в виде там улучшенного ботинка и так далее. Ну, с другой стороны, 110 отдает, вот тоже какие-то есть. Неплохо. Ирелию Малфит пока не убивает, это хорошо, но с другой стороны Малфит может как-то себя, может интересно как-то ворваться в ту же Ашу. То есть, все-таки не забывайте, что Аши особо эскейпов нет, она флэш использует и все. Цент уже есть у Ирелии, то есть, в принципе, купив, например, Рубик Ристал, очень жесткий размен, попадает боком Мелиссана ультой, но я не считаю, что это стоило бы делать. Хотя Пеппер, видимо, думает, что он его один убьет, но аж у Аши нет стрелы, Даймон Фрекс подходит. Все-таки Пеппер забирает Мелиссана, Пеппер какой-то убийца, я не знаю, это убивающий саппорт. Ну и они отходят, потому что рядом должен быть Наутилус обязательно, Даймонд. В этот раз здесь чей вар стоит? Все-таки Даймон, да нет, и больше антиниризмных вардов. Пулится здесь дракон, потому что наши уверены в своем преимуществе, но здесь все-таки есть Цианид. Цианид флэшивается, притягивает пытку убить Генжи, Генжи очень хорошо отфлэшивается. Даймонд Фрекс потерял некоторое количество хп на драконе, сейчас влетит, влетит Цианида, влетает и убьют здесь Цианида под экзостом. Люми что-то остался, но он ничего сделать, в принципе его убить не смогут, в этот момент Алексич все еще теснит Пеке. Пеке у нас причем все-таки не максит стенку, он через Ешку играет, то есть не настроен на какие-то... О, кстати, здесь убивает, Малфит как-то умудряется проиграть Ирелии на таком этапе, по идее Малфит силен. Но Ешки, ну он видимо дрался не под Ешкой, вот Аня, хотя под Ешкой все равно Ирелия его передамаживает. Игнайт, Тру Дэмэдж и магический урон, и сейчас еще наши дракона заберут. Как-то странно, вот упорно в каждой игре берут Малфита, но я вот... Я вот когда сам записывал видео за Малфита, я просто не раз сказал, что герой все-таки не для высокого уровня. Потому что на высоком уровне он килять не сможет, а не убивающий Малфит это не так сильно. Я понимаю одно дело, когда берут Алистара в джунгли, именно в джунгли, то есть да, герой немного дамажит Лейти, но это все-таки джанглер, а на топе... На топе обычно ждут от героя какого-то урона высокого все-таки, не только и возможность танковать, подкидывать, инициировать. Так что... Я не знаю, не знаю, почему именно так делают. Потому что не получится на таком уровне за Малфита килять, но никак не получится. Все-таки... Ребята знают, когда отойти, знают, когда купить резист. Загангать. Пикер неплохо играет за Картуса, он кидает меткие мины в Алексича. Даймонд опять с ультой, то есть он может что-то опасное сделать. У него есть Фонарь и Херт оф Голд, почти 1700 жизней. Неплохо. Но Тилов после своего первого килла так ничего и не добился вообще, то есть ничего он не сделал. Ну только смерть одна у него появилась, разве что. А Сона как-то дамажит вообще больно. Вы смотрите, что у нас Люми делает. То есть Генжа там разменивается на всяких дешевых Нуну, а Пеппер чуть ли не в одиночку Люми расстреливает. Ой, жесть. Что творит Сона? Ну в итоге Мелисану досталось от бешеной Соны. Здесь правда Наутилус, он снова идет на ганг, но здесь Вард от команды Москва Файфа, и поэтому Наутилусу спалят, сразу же начинает убегать Пеппер. А Варде, видимо... А, он ставит антиинвизный Вард, ломает вражеский. Вражеский, но все равно главный ганг не удался. Здесь Алексич потихонечку ломает Таверку, уворачиваясь от бомб. Таверку на меде сломать хорошо, вы контролируете лучше карту. Здесь все-таки, видимо, синий баф отойдет Даймонд Проксу, потому что у Алексича довольно долго еще будет действовать баф, во-первых. Во-вторых, он Таверку хочет сломать. То есть, в принципе, Даймонду не очень синий нужен, и можно было даже в такой ситуации отдать синий, но здесь такая ситуация, что хочется башню сломать. Крипы сейчас доломает Таверку, Алексич разводит на Утилуса на ульт, но как-то он в лобовую атаку пошел. У Алексича самого сейчас ульты, к сожалению, нет, но приходит Даймонд Проксу, он просто разрывает пеки, и сейчас Цианиду тоже достанется. Да, Шивану понерфили чуть-чуть, но, к сожалению, Цианиду он не добивает, но она дамажит просто миллионы. Здесь Алексич в наглую рекололился под карту, словил мину, решил все-таки не рекололиться. Дарьин забирает всех крипов, еще берет големов, но сейчас у него развернутый клинок кончится, и Малфит может с ним подраться, в принципе. Когда W выключена, уверили, она в два раза слабее фактически. Забирается здесь красный. Да, М5 доминирует. Несмотря на то, что они отдали первый килл, они и сейчас тащат. Но вот что делает Сона, я не знаю, просто минус треть хп с одного коста. Давайте посмотрим. А, ну это... Ну это хил у нас, а дамаг вон. 250 плюс 14 magic damage. 250 damage по двум целям. Причем еще приоритет на героев. Сейчас, правда, нашу героиню убьют. Неплохие ульты, и даже минус Нуну здесь будет. И Пеппер пока еще жив, но ульт Картуза, к сожалению, закончила его мучение. В этот момент Дайвон Трекс поразменился по хп с Малфитом, но Малфит сейчас потерял только манну. Сейчас он отойдет на базу, загласил с Шраудом все-таки, но с Шраудом он еще дамажить мало будет. Я понимаю, он хотя бы быстрый Sunfire бы взял. Так, как-то в наглую Пеки подошел, но он очень хорошо... Ой, он задоджил оба скилла. У Алексича есть ульт, но он пока не торопится ультовать, хотя... А, у него Игнайта нет. Вот был бы у него Игнайт, я уверен, он бы ультанул и убил бы, потому что Наутилус там где-то недавно спалился. Хотя Наутилус уже здесь, и пятые ботинки все-таки позволяют ему быстро бегать по карте. В любом случае, карту отогнали на базу, и в очередной раз ему показали твое место возле фонтана. То есть ты особо не выпендривайся, не лезь никуда. Да, Сона Мясник, именно. Именно Мясник Сона. Даймонд уже с Оракулом, характерным для него. Правда, вот в такие места лучше не заходить. Он просто поставил вард, и все. Ой, как Нуну достается. Нуну хотел провардить, но в итоге он потерял половину ХП. Как вы знаете, это не Соракул, он хиляться не умеет. Причем еще Нуну никогда Кушку не качает даже на один. Я вот не понимаю, можно же телегу кусать безнаказанно. Ну там, конечно, хорошо, когда ты сплы свои качаешься. Особенно когда Ешку качаешь, там же дамаг увеличивается. Причем довольно значительно. Там 300 с чем-то дамаг. Сейчас снова Мелисан чуть не получила Даймонд Прокс. Даймонд снес все варды. Трестан даже не знает, что делать. У Бивака, Пеппер Убивака здесь что-то дамажит. У Генжи почти откатилась стрела. Видимо, они ждут его стрелы. Скоро дракон будет. Хорошо именно вот так вот подраться именно под дракона. Потому что... Опа, стрела! И попадает стрела в люме. Мелисан подставил своего визави. Но... Своего союзника. Но в итоге ничего не получилось. Трестана просто отпрыгнула. И все. Но они вынуждены реколаться. В этот момент на миде танцуют. Алексич у нас с Картусом. Но в таких танцах обычно побеждает все-таки Ари. Третий прыжок и... Игнает. Все-таки решил Алексич не париться. Он там что-то пытался кушкой попасть. Потом с руки хотел. А потом просто взял и сжег. Бедного Картуса. Отправляет на базу Малфита. Малфит ничего сделать вообще не может. Он не закупался давно. Здесь Ирелия с Фейджа. Но вот тот затар, про который я говорил. То есть, хотя бы плащик на МДФ. Ну или мерки еще лучше. И Фейдж. Хотя бы там часть Фейджа. Либо полностью Фейдж. В итоге здесь пушится сторона. Трестана успевает отпрыгнуть. Но Пеппер не прощает ее с своей кушкой. Отстреливается Генжа. Дракон пока еще не торопится появляться. Дарья вообще между Таврак идет. Убивая всех крипов. Если что, он байтит там Наутилуса на приход к нему. Еще и Соузу досталось от него. Башня здесь будет, скорее всего, убита. Хотя нет, крипы ломаются. Здесь Ашой Таврака. Появляется Дракон. Здесь все-таки Таврака выжила. Но Ирелия подходит к Дракону, потому что надо закрепить свое преимущество убийством Дракона. Но здесь еще на меде вторая башня ломается. И Фнастики теряют вообще контроль карты полностью. Ломается еще и Дракон. Здесь и башня на топе почти умерла. Но наши, видите, у них преимущество на 8000 монет. И это серьезно. К тому же у них нафармленная Ирелия, нафармленная Аша. Что еще надо для счастья? Ирелия скоро Триньку возьмет. Еще она с синим бафом. Ну, потому что некому особо было его отдавать. Аша туда дернулась. Но ей в итоге не доверили синий баф. Здесь Соуз пытается хоть какое-то преимущество, хоть какие-то деньги для своей команды заработать, ломая башню. Ну, башня атакует телегу, так что... В принципе, если бы он остался, он мог бы доломать эту Таверку. Но он что-то отвлекается на крипов. Бежит уже сюда Ирелия. У нее уже есть шин. Сориан, приходит сюда на Утилуса. Вряд ли Ирелию убьют. Соуз еще от Таверки. Получается, сразу же за ним прыгает Ирелия. Замедляет и с минус половины хп почти. Этот синий баф Даймонд Прокса дает Ари. Но Дрянь Даймонд один из самых больших альтруистов, которых я когда-либо видел. И нету быстрого Аегиса здесь все-таки Тристане. Ой, точнее, Шиване нужен дамаг. Проверяются варды на Шори. И учитывая, что все рядом, можно грешным делом его еще и забрать. То есть вардов здесь нету. Но это риск. Это, конечно, некий риск. Потому что у них сейчас преимущество. И противники вряд ли в ближайшее время смогут это преимущество переломить. Кроме как застелить на Шора. Но с другой стороны, двое на боте. И стил на Шора здесь вряд ли удастся. Дайвон Прокс нормально смайтит особо. С этим проблемой бывает не часто. Смайт от него нормально. Ирили еще прыгает дальше. Стрела. Прыжок от Ари. Ари уже здесь лишняя была на самом деле. Просто застелила. Да, минус на Шор от наших ребят. И сейчас можно еще... Я хотел сказать, можно эту Таврку запушить. Но они ее уже сломали. Да. М5 сильный. Здесь ничего не скажешь. И я рад, что они возвращаются к старым героям. То есть, появляется большое количество персонажей, которые, по идее, надо банить против М5. То есть, в следующей игре, мне кажется, что захотят забанить Сону. По крайней мере, Люми будет очень много... И Мелиссана особенно будет очень много говорить насчет бана Сону. Но если ты будешь банить Сону, то ты оставишь Ургота и других персонажей. То есть, вернувшись к старым персам и хорошо за них играя. М5 же не разучились играть за Ургота и за других персов. То есть, например, там играя постоянно очень хорошо за Владимира, Дарья не разучился играть, например, за Шену на топе. И так далее. Так что, чем больше у вас возможен состав героев, тем больше у вас преимущество. Особенно в Лоле, где всего лишь 3 бана. Здесь придут... Так, нет, не то нажал. Надеюсь, когда-нибудь вернутся времена... Точнее, не вернутся времена, а появится несколько банов. Так, здесь, смотрите, Аша пытается убить Пеки, но как-то это все вплотную происходит. И Пеки больно дамажит бомбочками, он флешится. Зачем-то, непонятно. Но в итоге у него ничего не выходит. Но, правда, он сейчас ультой заберет Генжу Сона, пытается пох... А, нет, хил у него был. Это просто тролл-хилл какой-то. Теперь у Картуса нет ульты. Неплохо. Здесь Ирелия одна забралась в тыл врага. И помогает только Даймонд Прокс. Вынуждена была от Ристана прыгать. В итоге зря потрачен Экзост. Очень хорошо влетает. Ну, ну, правда, ультует, но недолго он ультовал. Хорошие ультационные и забрали пятерых. Причем это квадрокилл Атари. Квадрокилл Атари. Неплохо. Эйс. Вот это было жестко. Как все было красиво. Влетает во всех Даймонд Прокс. Стрела Аташи. Отличные ультационные. Просто никто отсюда не ушел. Посмотрите на ХП команды Москов 5. Здесь ни у кого нету ниже 70% ХП. Вот это жесть. Это доминация. Двойной прыжок на Картуса. Когда Ирелия собирает шину, она может через дальнего крипа с легкостью прыгать на героя. Икспеки просто разрезают, как крипа какого-то. Шен бот и то бы дольше держался. Приходит сюда Тристана. Подкидывает, конечно, Малфит. Но домогата он уже не вносит. Да и не важно, слишком все хорошо. М5 Малфита убивают. Остается одна башня. Ее тоже уничтожают. Минус Тристана. Флэшится Нуну под фонтан. Наутилус в шоке. Но его влюбила в себя Лиса. И поэтому убивается он. Джи Джи пишет. Малфит. ГГВП наутилус. ГГ. Никакого троллинга нет. К счастью, наши молодцы. Экзекутор Тристана в конце купила. Это на правах троллинга, конечно же. Да, М5. Очень хорошо сыграли. Тут ничего не скажешь другого. И Олег сейчас отличная Ари. Это разнос. Это именно разнос. Нуну левел 9. Да. М5 вернулись, можно и так сказать. Это даже не интересно. Ну не скажи на самом деле. То есть М5 тащили не благодаря тому, что Фнатики сыграли как дно там и так далее. М5 именно сделали все на скелле. То есть у них все было продумано. Отлично скомбинировано. И очень хороший тимплей. Кто там кстати писал, что Фнатики по пику выиграли? Так вот. На самом деле такие игры довольно таки интересны. То есть бывает, что когда фейл жесткие совершаются, и из-за этого вторая команда побеждает. Это да. Дарьин ни разу не умер? Пишет Макс Романов. Давайте проверим. 3.07. Что-то здесь нечисто, мне кажется. Салат на Утилос. Что такого-то? Да какой я Влад к чертям. Покажи пожалуйста руну Нари. Да сейчас небось стандартные опять руны будут. Давайте. Остановлю.